Прозрачной водой и богатой фауной эти озера похвастаться не могут. Сюда десятки лет сливали отработанные нефтепродукты. Полигон промышленных отходов в селе Падовка существует с 42-го года. В 2013-м был закрыт, исчерпал свои ресурсы. Но четыре мазутных озера, каждая площадью в гектар, остались. К ближайшему поселку от мазутных озер ведет вот такая аккуратная тропинка. Жители на этот полигон могут попасть абсолютно свободно. Беспрепятственно въезжает и спецтехника. Сейчас здесь сильно пахнет мазутом. Ветром этот запах доносит до ближайших домов. Такое соседство для жителей отнюдь небезопасно. Были случаи, когда эти озера горели. За помощью жители обратились в Общероссийский народный фронт. Его активисты уже выезжали на место. Вердикт неутешительный. Скорее всего, на полигон продолжают незаконно вывозить отходы. И подтверждение такое у нас, говорю, есть. В предыдущий выезд мы увидели несколько машин, которые предположительно что-либо то ли сливали, то ли откачивали. Не могу предположить. Поэтому на сегодняшний момент мы проработали вопрос с прокуратурой. Прокуратура провела выезд. Но в любом случае я надеюсь, что как минимум доступ граждан будет прекращен. И доступ спецтехники. Но перекрыть доступ к полигону только первый шаг. Теперь предстоит выяснить, насколько опасна сложившаяся экологическая ситуация. Определить, как глубоко ядовитые отходы впитались в землю и попадают ли они в грунтовые воды, а вместе с ними и в реки. С 91-го года полигон эксплуатировала государственное унитарное предприятие «Экология». По документам был разработан проект, согласно которому за 10 лет мазутные озера должны быть рекультивированы. Но этого не произошло. В 2009-м здесь даже установили очистные сооружения. Но спустя 5 лет срок их работы закончился. Все ценное оборудование демонтировали. То, что осталось, сейчас в заброшенном состоянии. В тот же год отсюда ушла и экология. Только мазутные озера никуда не делись. Их рекультивацией до сих пор никто не занимается. В тарифе на прием отходов доля на рекультивацию заложена не была. То есть все мероприятия правоохранного характера вели за счет средств бюджетов различных уровней. Не за счет средств предприятия. Мазутные озера находятся на территории Кировского района Самары. Городские власти намерены приложить все усилия для того, чтобы не допустить экологической катастрофы. Город знает об этой проблеме и принимает все возможные усилия, которые направлены как раз на ее решение. Опять же, с учетом того финансирования, с учетом тех обстоятельств, в которых сегодня находится не только наш город, но и вся страна, так скажем. В первую очередь, активисты Народного фронта намерены выяснить, кто виноват в том, что мазутные озера теперь представляют угрозу для местной флоры и фауны, и для жизни и здоровья людей. Также, по мнению активистов, важно провести экспертизу и выяснить, из чего состоят отходы. И только после этого, как можно быстрее рекультивировать полигон. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Продолжение следует... Продолжение следует...